Друзья, всем привет! Как дела? Ну что, это не совсем обычный выпуск. Этот выпуск будет посвящен полностью моим друзьям мастерской Винтика и Шпунтика. Как вы помните, несколько эпизодов назад ребята подарили мне 740-ую Вольву. И, ну, судя по вашим комментам, вам было интересно, чем занимаются ребята и какие они строят проекты. Именно поэтому мы решили абсолютно весь выпуск посвятить ребятам. Они расскажут о необычном проекте, как они его делают, какие у них есть нюансы. Ну и, собственно говоря, познакомимся с вами. Надеюсь, вам понравится. Желаю вам приятного просмотра. Всем привет! С вами мастерская Винтик и Шпунтик. Нам очень приятно то, что вам интересно, чем мы занимаемся. Вообще, сегодня речь пойдет о корвете в кузове C2, которую мы привезли из музея Сочи. Ну, не в лучшем виде, но хотели бы его восстановить и сделать из него конфетку. Привет, паштет! Вот наше тут логово, где мы ковыряем автомобили. Хотели бы рассказать про вот это вот чудо корве C2. КОНЕЦ Друзья, из-за этой самой изоляции приходится больше времени проводить дома. А это довольно скучно. Но благодаря партнеру этого ролика игре Raid Shadow Legends мне будет чем заняться. Если ты хочешь стать героем своего фэнтези, тогда предлагаю тебе войти в эпический мир телегии, где темные эльфы встречают священный орден, а войско Бенегетов ведет бесконечную войну с ордами нежити. Собирайте, экипируйте, обучайте и улучшайте свою команду героев, чтобы начать свое путешествие. Благодаря Raid Shadow Legends вы можете перенестись в мир эллистичного фэнтези и играть в Raid как на мобилке, так и на ПК совершенно бесплатно. А в битве с клановым боссом вы можете сражаться вместе со своими товарищами, с главным боссом и выбивать копы артефакта. Испытайте себя в нескольких турнирах. Соревнуйтесь со всем сообществом игроков Raid, сражайтесь в гнезде паучихи, на плато ледяного голема со всемогущим лавовым рыцарем и печально известным драконом. А еще в мае Raid запускает патч 1.15, который вкроет новые возможности турниров на арене. Зарабатывайте очки в соответствии с вашим уровнем и выиграйте потрясающие награды в локальных и глобальных турнирах. Переходи в описание и качай Raid только по моим ссылкам. И получи 100 тысяч серебряных монет, запас энергии, 50 рубинов, а также крутого чемпиона палача в качестве бонуса. И поторопитесь, бонусы будут действовать только следующие 30 дней. Жду тебя в Raid. О, Пашка, привет. Здравствуйте. И вам привет. Это мастерская Медика и Шпунтика. Это Павел, человек, который отвечает за сборку прекрасного автомобиля. И про этот прекрасный автомобиль, наверное, есть смысл рассказать вам сейчас. Здесь у нас рама от автомобиля американского производства, достаточно древнего. 60 лет ему почти будет через несколько лет. 63-го года выпуска он. Это Chevrolet Corvette, известный как поколение 2. Первый модельный год, 63-й. Он отличался от остальных автомобилей в этом кузове, но более поздний производств тем, что у него была перегородка между задними стеклами. Да. И за это он получил название Split Widow. Вот. А дальше уже автомобили шли с 64-го года и по 67-й шли уже со сплошным задним стеклом. Ну и поэтому это считается такой некий эксклюзив. Он полностью пластиковый и появился он у нас в музее в Сочи, да, где есть много пластиковых автомобилей. классно. Вот. Купили мы его давно, Павел? Лет 6, наверное, лет 6 назад, Году, наверное, 2014-м. Был он изначально желтого цвета, привезен в Москву, именно в таком цвете был желтым, но по Вин номеру, как мы выяснили в процессе его реставрации, он был серый. То есть вот именно такой, как номер взятый по Вину из каталога 63-го года. Были долгие работы проведены с кузовом, около полутора лет ребята, специально обученные люди выводили все эти грани и линии обратно, делали максимально качественно и долго, а значит и дорого все эти работы. Но на выходе мы получили результат, который понравился нам, и мы поняли, что на его базе нужно собрать полностью новый автомобиль, потому что жалко такой кузов ставить на старую нереставрированную раму и на старые агрегаты. И по итогу у нас остался оригинальный кузов от Corvette 63-го года сплитвидов и оригинальная рама, которую мы от песка струили, покрыли только мы современным грунтом, каким-то модным. И вот в таком состоянии у нас только две оригинальных детали осталось, что в принципе и ценно в такой родах раритетах. У нас есть, конечно же, но оно не имеет смысла, наверное, так как купив новые детали, там, джемперфоманс, можно сэкономить очень много времени, а самое главное, средств на ребилоге старого. Старенькая просто стоит в сторонке, и если нужно... Ну, старенькая просто уже и не та отдача по современным меркам. Комментарий специалиста. Неинтересно. Потому что автомобиль, его можно было отреставрировать в изначальном его виде, но... Не было бы уже столько фана. Не было бы получено такое количество фана, как можно сделать сейчас. В принципе, так как извращенцев подобных нам достаточное количество в автомобильном мире, особенно в мире автокультуры США, то все эти запчасти уже когда-то были востребованы до нас, продавались десятками тысяч штук, и уже в таком состоянии до нас доходят наши времена, что покупая их, не нужно более никаких доработок, ты просто ставишь заводскую деталь и радуешься, ездишь на автомобиле долгие-долгие годы. Заказывая запчасти просто по каталогу General Performance, можно выбрать мотор, который внешне будет походить крайне сильно на тот мотор, который ставился в те времена, то есть и крышками, выкрашенными в темный антрацит, и формой этих крышек. Это инжектор, но он внешне напоминает очень карбовый впуск, и на него есть прекрасная где-то здесь, да, Павел, крышка, которая реально как фильтр от вазовского мотора, кругляшок, закрывается такой на кастрюльку, на барашек, и внешне вообще, когда ты открываешь капот, ничего не выдает. И есть еще трамблер, видите, характерный, не выдает то, что у тебя инжекторный впуск. Ну, кроме как бы там реек, ну, кто на это смотрит. Вот, сейчас Павел как бы, слово паразит, начал сборку автомобиля не так давно, месяц назад, наверное, да? И видите, как далеко продвинулся. Он голой раме уже успел прикрутить переднюю подвеску, которая включает верхний и нижний рычаг, да? И еще тормоза. И если наш оператор пойдет до нами и крупно снимет, что здесь у нас стоят прекрасные тормоза компании Bayer на алюминиевой ступице разборном диске, то сзади у нас установлены тормоза Вилвуд почему-то. И вот мы можем задать этот вопрос Павлу, почему же у нас спереди стоит тормоза Bayer, а сзади Вилвуд? Потому что изначально в 63-м году этот автомобиль оснащался барабанными тормозами как на передней, так и на задней оси. Поэтому только с 68-го года все это началось и покупать оригинальные какие-то тяжелые тормоза смысла не было, а компании, которые делают уже современные какие-то версии, не делают какие-то перед и зад, поэтому покупать в различных сетях. А мне кажется, или задний тормоз больше по диаметру, чем передний? Да, больше только потому, что конструктивно это выражено тем, что внутри этого диска барабан стоил шелтурмоза. А, я понял. То есть из-за этого шик мы под маленькие колеса. Шик. То есть у нас остается стандартное колесо с барашком. Опять же не стандартное колесо, это дооснащение. Это дооснащение. Опциональное, опциональное, но на 63-м. Оно здесь, естественно, на простой болтовой, пятиболтовой ступице, но внешне очень красиво при помощи резинового молоточка забивается центральный колпак. Да. Вот сверху на это все накручивается и все это резиновым молоточком подгоняется центровочкой. Так используется. Да. Поэтому это останется аутентично, внешний вид будет полностью аутентичный. Уже установлена здесь топливная система в виде бензобака. Вчера собрали. Я видел, что я сегодня надевал трубки. Вот. Ну, естественно, они проложены еще, не магистральны, ничего. Это будет делаться. Сейчас поставится мотор, наверное, да? Да. Следующим этапом будет прокладка магистрали топливных, тормозных и мощных. В моторе в этом 325 лошадиных сил, как выяснилось. А кто-то думал, что 400, конечно. Ну, этого будет достаточно, потому что в максимальной версии автомобиля максимальная модификация был 7,4 бигблок, да, в котором как раз было, по-моему, если я могу ошибаться, лошадиных сил или около того. То есть, плюс это как бы современные пони на более легком блоке, на современном моторе, естественно, это будет все более продуктивно работать. Так, сразу раз мы про мотор проговорили. Тут у нас стоит трансмиссия. Максимальная скорость 355. Конечно же, нет, это 355 пара, это просто наш прекрасный инженер. Шутки нашего городка. Шутки нашего городка. Подписал максимальная скорость, В целом, у нас есть коробка 3мэк, 5-ступенчатая механика. Вот. Да, вот такого размера. Поэтому, это все тоже современное стоит, в принципе, если брать по меркам современных автомобилей не такие же большие деньги, в районе в районе 3000 долларов стоит на коробке. в том числе автомобиля, который стоит за стеной оператора, в принципе, это капля в море. В целом, этот весь автомобиль. Поэтому, это надежное решение, которая коробка Т-56, она, в принципе, ставится, она бывает в разных колоколах, это самая известная американская коробка, ставится везде и всюду. Так же, как и моторы Chevrolet. Вот. Павел, а что у нас с маховиком-то? Есть у нас маховик? А маховик, да, есть. Осталось принять. Осталось принять. Так как все заказывалось абсолютно новым, то, естественно, сложно было, да, как бы сделать ошибку при заказе и, например, к мотору, где при заказе указаны все посадочные размеры, диаметры, заказать, например, маховик с другим посадочным. Нельзя, как бы сложно было так сделать, но нашим механикам удается и такие сложные вещи, поэтому мы заново будем перезаказывать маховик, благо он стоит действительно недорого, всего 129 долларов, что, в принципе, реально по нынешним меркам, учитывая стоимость всего проекта, вообще ерунда. Вот. Других вроде ошибок пока при сборке не выявлено при заказе, да? Не, выявился очень один интересный факт, что у него положительный угол развала колес спереди и вот непонятно, что делать. Сегодня я написал американцам письмо, можно ли это как-то исправить? А тебе не кажется, что когда тут достанет мотор, они просто как у Татры разъедутся? Нет, в том числе и дело, что не кажется, потому что вот она документация, которая четко все показывает, как это было. Чтобы не было неправды, надо делать все по чертежу. хорошо, что к этому автомобилю можно приобрести все, в том числе и документацию, любые мануалы. Соответственно, вот у нас передняя подвеска, где сказано, что колеса у него действительно стоят положительным. то есть, мы же здесь нигде не обманулись, Павел. просто в нынешних реалиях это уже не допустим. Анархаизм? Да, уже, не анархаизм, такой нет, которая это все могла выдержать. Соответственно, управляемость очень сильная снизится. Поэтому надо что-то придумывать с нижними рычагами или с кулаками? Да, но я написал, если что-то, если есть у него дошло, да, если нет, тут придется рычажок делать. Ну, это несложно. Но в целом реставрация таких автомобилей проходит в нескольких ключах. Первое, это когда автомобиль просто красится полностью и собирается в оригинальном состоянии с использованием как можно большего количества оригинальных зачастей, которые стояли на нем с завода. Второй вид реставрации, это вот приблизительно наш, это реставрация с модернизацией. Грубо говоря, внешний вид автомобиля, рама и кузов оригинальный, это очень важно, с своими оригинальными номерами, со своей историей, а вся начинка автомобиля заменяется. Но заменяется таким образом, что ни кузов, ни силовая конструкция не поддаются никаким изменениям. Смысл в том, что остается стандартный кузов рама, все остальные утлы и агрегаты усовершенствуются, но не вносятся никаких основных там. То есть у нас составляется червячное управление, то есть у нас там родные рычаги, но при этом, видите, судя по всему, мы их сейчас будем менять для того, чтобы автомобиль получил более-менее современную, да, видите, подобие той самой коробки, то есть для включения задней передачи нужно выжать ее. Да, соответственно, это полная копия того, что было с завода внешне, чтобы не отличалось. Это, я думаю, сейчас одна из самых в современных мире, один из самых социальных видов реставраций, потому как, мне кажется, он самый гуманный. То есть автомобиль полностью внешне напоминает и по ощущениям будет напоминать автомобиль той эпохи, того времени. И следующий тип реставрации, это уже автомобили, которые только лишь внешне напоминают и то не всегда свои прообразы, то есть там могут быть и расширенная колесная база, и может быть расширена и кузов. Конкретно для этих автомобилей, как и для большинства американских культовых, предлагается уже современная рама, которую ты просто накрываешь стандартным кузовом. То есть в этой раме уже совершенно по-другому использована и подвеска, использована исполненная подвеска, и ты можешь уже ставить сразу широкие колеса, то есть использует современный уже амортизатор, рейка, и то есть у тебя просто внешний автомобиль будет напоминать корвет 60-х годов, но при этом внутри это будет более-менее уже современный корвет. Но не 80-х, это будет абсолютно современная рама с любой начинкой современной, которую ты можешь поставить. Огромное количество таких проектов с двумя турбинами, в котором полторы тысячи сил и более, и все это можно увидеть в Инстаграме, но каждому свое. Мы выбрали такой путь и нам он кажется самым классным, подходящим. И 320-330 сил в этом автомобиле будет то матч, при его мощности, при его удельной массе там в районе тонна-тонна-200, да, он, по-моему, весил не более, чем Porsche, да, где-то так. Вот этот автомобиль весит тонну-200, я думаю, что этот плюс-минус также весит тонну-200. Вот, поэтому это, наверное, основные моменты, которые, по-моему, хотели сейчас рассказать про этот автомобиль. Чуть позже будет больше собрано и будет больше интересных моментов, которые можно показать и рассказать, почему именно так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! Снова мы, мастерская Винтика-Шпунтика и наш прекрасный проект Шевролет. Мы совсем недавно, буквально пару дней назад, рассказывали вам про то, как собираем этот автомобиль с состояния голого, чистого кузова. Он пару пришел. Вот. И... Да, мы буквально начали это делать месяц назад, даже, наверное, недели три назад. И вот сейчас получился такой результат. У нас сейчас уже установлен мотор на шасси. Подвеска стоит полностью. Мотор сагрегатирован, с коробкой передач. И сейчас Павел, любитель пособирать лего, применяет свои инженерные качества в установке фильтра воздушного на мотор и в регулировке высоты шпильки. Вот. То есть все это достаточно интересно и раритетно выглядит, как старый Жигуля в такой же кругленький фильтр, который знаком многим любителям классических автомобилей, в том числе Волги и Жигуля и Москвича. Вот. Но здесь у нас стоит, как мы уже ранее говорили, инжекторный впрыск с рампами, просто стилизован под карбуратором, чтобы при открытии капота на всяких ретро-ралли никто не задавал лишних вопросов. То есть система это будет выглядеть вот так. у нас здесь есть крышечка. Отлично вообще. Весит как половина канализационного люка. И вот так вот будет сверху все. В пакете мы, конечно, снимем. Надпись Chevrolet повернем по ходу движения. Вот так вот красиво это должно выглядеть. Вот. То есть сегодня-завтра доукомплектовка и обвеска мотора у нас. Павел сегодня прикрутил коллектора Cux выпускные. Но судя по всему без прокладки это еще только примерка. Прокладки где-то я здесь видел. А вот прокладки. Да, это еще только примерка чтобы посмотреть не конфликтует ли они с рамой. Потому что вчера была проблема шкив основной конфликтует с рамой. Хотя нашим американским друзьям были даны все вины естественно автомобиля и они не могли не знать что на стандартную раму такой шкив к сожалению на мотор не поставить потому что он ложится на переднюю балку. Поэтому заказываем не 8-дюймовый а 6-дюймовый шкив для того чтобы туда поместился. Ну это еще каких-то пару недель ожиданий. Но благо это никак на сроках сдачи и сборки проекта не отразится. Сейчас вернется Павел и более подробно расскажет что у нас планируется дальше. Но в целом за последнюю неделю произошли достаточно ощутимые изменения и шасси уже начало напоминать автомобиль автомобиль в названии которого точно присутствует слово Chevrolet потому что он здесь везде. Прекрасная коробка мы про нее говорили это 56 ремех которая сегрегатирована с этим мотором то есть колокол все идет в комплекте не требует никаких доработок доработки требуется минимальный регулировки высоты установки что у нас дальнейшее по проекту ты сейчас установишь на герметик шпильку на аэробный фиксатор а что дальше по планам топливная магистрали топливная система в баке уже собран насос стоят погруженные там уже все собрано раз и навсегда без примеров правильно теперь надо проложить магистрали будет идти по раме где-то или по стандартным местам которые мы знаем с помощью нашей морзилки соответственно вот морзилка это мануал то есть они будут идти до установки рамы да соответственно часть идет трубок скрыта внутри рамы доходят соответственно в передней части двигателя но еще обратка и подача по одной стороне идут да да но на карбюраторе соответственно магистраль лежала здесь а на инжектор на машине почему-то вот здесь потому что здесь стоял регулятор а я понял но у нас она будет лежать как на карбюратор да потому что по спецификации этого двигателя они просят соответственно с вакуумной коррекцией регулятор топлива по вакууму и давление топлива 4 атмосферы и минимальная производительность топливного насоса не менее 250 литров ой 215 литров у нас все это есть да да вот такая крышка чудинная открюка все крышка которую все уже много слышали но ее не видели вот она красивая нарядная сделанная из одного пуска чугуни которая легким движением руки закручивается и прижимает фильтр и кстати вот это изначально идет на стандартном здесь корпусе фильтра здесь нет центральной вставки металлической которая есть на жигулях и раньше когда мы были молодые но дерзкие мы эту вставку сами выпиливали болгаркой спиливали и делая тем самым круговой заборный фильтр жигуля что добавляло адского свисту при наборе оборотов в ушах и как бы в целом оказалось что едет быстрее немножко неудобна система фиксации фиксации да почему-то крышка является гайкой вот знаете как красиво везде написи шевроле просто фантастика я думаю что на сегодня это все нет я хочу еще пример стартер у нас правда нет маховика но у нас есть стартер маховика у нас нет так как последнюю в первой серии мы вам рассказывали как мы немножко так же как со шкивом главный двигатель ошиблись в размерах и там не внешний диаметр а посадочный диаметр был больше чем нам требуется поэтому ждем нового маховика но благо он стоит на наши деньги с доставкой в районе 11 тысяч рублей это небольшая ошибка поэтому мы как-то и переживем да причем тот маховик который надо купить он стоит в два раза дороже чем тот который был изначально приобретен значит это будет стоить нам если доставка 18 тысяч то есть у нас все здесь хранится в коробочках все агрегаты приходили в таком виде в своих же коробочках транспортировочных которых они приходили они лежат вот это были коллектора кукс который сейчас установлен на моторе здесь была прямая коробка передач которая сейчас стоит есть у нас генератор это компрессор кондиционера да у нас или что это здесь да который куплен сам кондиционер vintage air но он соответственно у нас останется не удел потому что в комплекте с двигателем шел другой компрессор продается уважаемые зрители компрессор кондиционер может кому-то нужен не понадобилось нам поэтому можем можем разыграть или подарить подарок кстати один из немногих автомобилей в котором нужен кондиционер потому что обычно аним uzm наших да первым делом как показывает практика все это выкидывается Да, потому что мы автомобили используем для получения на них определенных результатов спортивных, а не комфортное передвижение. Правда, Павел? Ну да. Но с этим автомобилем либо мы уже стали старше, либо кондиционеры стали настолько компактными, что их можно теперь размещать под шапотом. Но здесь вот теперь все есть, все предусмотрено в комплекте, и мы этим будем пользоваться. Потому что автомобиль, естественно, будет в основном эксплуатироваться в теплое время суток, в теплое время года. Стартер тоже с надписью и знаком «Шевроле». Посмотрите, шикарно, новейшая деталь. Только из коробки. Еще можно сказать, да, Павла ее в последнем трогал мексиканец, который укладывал, упаковывал ее, да, в прекрасную транспортировочную тару. Стартер очень интересен тем, что он может устанавливаться на маховики с венцом, как на современных автомобилях 153 зуба, так и на более старые с количеством зубьев 168. Он переделывается. Очень интересное решение есть в американцах. Это также полезнейшая информация для всех наших зрителей. Для ликвидирования безграмотности, так сказать, для ликбеза. А когда мы будем ставить кузов на раму, Павел? Не знаю, тогда, когда мы получим маховик. Когда мы получим маховик? Потому что, как выяснилось, коробка, которая изначально стояла в этом автомобиле, коробка Т10 четырехступенчатая, которую американцы очень любят переделывать в кулачковые, она гораздо меньше, компактнее. И она имела опцию демонтажа на автомобиле, то эта коробка с кузовом уже не выйдет. То есть кузов нужно снимать? Да. На многих современных автомобилях, например, на Range Rover, для того, чтобы поменять турбины или сделать какие-то операции по замене масла, да, или что-то, тоже нужно поднимать кузов, отделять кузов от рамы? Ну, тут это не особо трудоемко, потому что тут очень мало всяких периферий, которые... Вспомогательных систем, которые прицеплены конкретно к пластиковому кузову. Кузов, да, поэтому тут достаточно легко. Ну, в плюс, это все достаточно надежно и все таких размеров, что я думаю, что когда-то, в ближайшем обозримом будущем, потребуют... Замены или контроля? Да, потому что, опять же, вернемся к маховику, 168 зубов, соответственно, у него диск 11-дюймового диаметра. То есть в современных машинах сцепление стало очень гораздо меньше. Компактно. Компактно. Легче, компактно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, надеюсь, вам зашла серия, потому что, как по мне, ребята делают очень клевые проекты, и они довольно интересные. Пишите, пожалуйста, ваши комменты, ставьте лайки, колокольчики, и мы будем больше делать видео вместе с Винтиком и Шпонтиком.